Здравствуйте, Шивотов и Готовок, хорошая неделя. У нас 142-й урок по Мишли. Мы находимся в последнем предложении 16-й главы, предложении номер 33, которое звучит. За пазуху бросается жребий, но от Всевышнего решение его. Говорит, сейчас, Мальбим, я хотел на иврите прочитать. Бэхэйк юталь эдгагораль у миа шем коль миш пато. Переводчик на русском перевел от Всевышнего все его решения. Дословно это звучит, за пазухой находится положен жребий, от Всевышнего все законы. Говорит Мальбим, есть вещи, которые выглядят, как будто бы они находятся под управлением случая. Но на самом деле они связаны с влиянием Творца. И в месте, где прекращается, прерывается сила выбора человека, его усилия, в этот момент проявляется гашгоха, проявляется влияние Творца. Как те вещи, которые являются сафэком, сомнительными для человека, и бросаются жребий, чтобы посредством жребия узнать, кому что должно попасть, кому какой удел приходит. И так же жребий бросается в хейк. Хейк это дословно за пазуху, вот сюда вот. Что это цафун мей на дам в нату на ла микре. Что это вещь, жребий это вещь, которая спрятана от глаза человека, и оно для человека выглядит как случай. И тем не менее, в жребии проявляется гашгоха Всевышнего. И закон, суд, который выходит с помощью этого жребия, это не случайная какая-то вещь, но она исходит от Творца. Как во время разделения земли, Израиля и тому подобное, когда бросался жребий, чтобы узнать, чего именно желает Всевышний. Я вначале прочитаю Гаона, а потом вернемся и будем обсуждать уже это предложение. Гаон говорит, что за пазухой находится жребий, но от Всевышнего все суды и все законы. Пусть не покажется человеку в своих мыслях, в своих ощущениях, что Что моя сила, и сила моих рук, и мое умение сделало мне то, что я получил. Но человек должен понимать, что все зависит от жребия, которые находятся у него за пазухой. И все это от Всевышнего, как и все суды, все законы, все рассуждения, которые выходят от Творца. И с самого начала было известно, к кому это попадет и кто удостоится вот этой вот вещи. Что имеется в виду, что когда говорится, что бросается жребий за пазухой человека. Имеется в виду, что даже в тех вещах, которые обычно решаются посредством жребия, То есть за пазуху, как я перевел, тох, хей, кое, перевел дословно, Объясняет Гаун, что это имеется в виду, что бросается внутрь какого-то сосуда, Куда бросают горолот, бросают жребий. И ты бы мог подумать, что это не иначе, а только как случайное, Что кому достанется, это воля случая. Но это не так, но все исходит от Всевышнего. Как будет объясняться еще в одном месте, 18 главе, до которого мы еще не дошли, Но давайте посмотрим, как он там объясняет. В общем-то, ничего такого сногсшибательного там нету, но тем не менее. Говорит пасук. Русский переводчик переводит этот пасук таким образом. Один момент. Он переводит таким образом. Озлобивший брат неприступнее крепкого города и ссоры подобны затворам дворца. Я не знаю, насколько это нам поможет. Гаон объясняет, что неприступный город посредством гораля, посредством жребия решается. И человек, попадая в какое-то место, вынужден по воле жребия расстаться со своей семьей, И со своими товарищами, и с неприступным городом, в котором дальше находился. Раньше находился. Объяснение. Что гораль жребий заставляет человека выйти из своего места, где он был раньше, и пойти в другой город. А в этом городе неприступные крепости и так далее. Объяснение. Что так же, как царский дворец, царский замок, он очень крепкий. И так же, как тот, кто там прячется и закрывает за собой двери на замок. И он убегает от своего товарища, и не может товарищ к нему прийти. И так же жребий разделяет до такого уровня, что не может прийти один товарищ к другому товарищу. И показывает нам ссору, которая есть между людьми, в которой нет ничего. Поскольку причины этой ссоры нет, а просто так вот, к зейру Всевышнего, распоряжение Творца, как жребий, который разделяет, и это, то, сейчас, секундочку, это тоже исходит от Всевышнего, как сказано. Дальше приводится наш пасук, что в какой-то клиф, в какой-то сосуд бросается жребий, и от Всевышнего результат этой жребьевки. И зачем, какой смысл ссориться человеку? То, о чем сказано в Геморре, говорит бы Назай, то дальше нам не нужно. То есть, здесь говорится о том, что иногда бывают вещи, которые очень трудно понять, как бы, рационально. Каким образом получается такая вещь, что люди ссорятся друг с другом, никакой причины ссоры нет. Но реально это произошло, потому что Всевышний решил, что надо разделить людей между собой. И то же самое происходит в любом случае, когда бросается жребий. Выглядит это как стечение обстоятельств, но реально это управление Творца. Говорит здесь Мальвим о том, что где мы это видим, это мы видим в разделении земли Израиля и тому подобных вещей, когда Гораль, жребий, решал, что произойдет. Во время разделения земли Израиля, во время Яшуа бен Нуна, когда он привел Амисраиль в Эрецисройль, то дальше нужно было решить, кому какое дело в земле Израиля. Это решение происходило с помощью Гораля и Урим-Ватумиум. И жребия и Урим-Ватумиум. Урим-Ватумиум – это на груди у священника вот эта вот табличка, которая на ней висит. И с помощью этой таблички задается вопрос. И как лампочки загораются камни, какое-то стечение камней, которое получается. И в зависимости от этого получается ответ «да» или «нет», в зависимости от того, что хочет Акодыш Барагу. И когда делилась Амисраиль между коленами и между семьями, то кроме вот этого деления, когда загорались какие-то камни, до этого бросался жребий и решался, какой бы этап получит какую часть земли Израиля. После этого переспрашивался вопрос, и Урим-Ватумиум подтверждали ответ на этот вопрос. И получается такая, как бы не совсем понятная ситуация, была дублирована воля Всевышнего. Это было сделано для того, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений, что все разделение Алисасраиль происходит только по воле Творца, и никаких других вещей там вообще не участвует. Но изначально главное в этой истории, это был жребий. Урим-Ватумиум только, чтобы лагоцем или бамши Алисраиль, вытащить из сердец Израиля какие-то сомнения. Но изначально все решение принадлежало жребию. И жребий – это вещь, которая как бы несколько раз встречается, даже в Торе встречается один раз, и жребий на иврите Гараль, жребий на иврите Пур. И название праздника Пурим, оно тоже связано со жребием. Когда Аман бросал жребий, какой день наиболее удобный, какой месяц, какой день наиболее удобный для того, чтобы уничтожить народ Израиля. И во время этой жребьевки Амана Акодыш Баругу бросал свой жребий и сделал так, чтобы жребий Амана выпало на тот день, который наиболее благоприятный для того, чтобы Амисраиль победили в войне против Амалека. И еще один Гараль, который описан прямо в Торе, когда в Йом-Кипур бросается жребий и решается, какой козел попадет на жертвенник Всевышнего, а какой козел называется Сыра-Мишталех, козел отпущения, который сбрасывается в Малая Думим со скалы, разбивается, и там Всевышний отпускает грехи народу Израиля. И бралось два абсолютно одинаковых козла, ничем не отличающихся, одного роста, одного цвета, одного возраста, купленные за те же самые деньги, в общем, близнецы, грубо говоря, которые трудно было различить по внешнему виду, одного веса, ну полностью все совпадающие, после чего бросался жребий, какой козел идет на козла отпущения, какой козел идет Всевышнему. И внутри этой службы есть некое объяснение морали, что это означает. В Сыр-Мишталех он шел на, как бы, нельзя сказать жертву, козел, который шел Ла-Зазель. А Зазель – это одно из имен Ситро-Охра, одно из имен Ецар-Гары, Сотана и его всей команды, которая там находится. И поэтому возникает очень непонятный вопрос. Как может быть, что в Йом-Кипур, день, когда Всевышний прощает все грехи Израиля, а прощает все грехи Израиля по той причине, что это единственный день в году, когда Сотан находится в неоплачиваемом отпуске, Гематрия слова «Га-Сотан» – это 364, в году есть 365 дней. Сотан управляет миром, владеет, находится в этом мире, и Ецар-Гара работает в этом мире. 364 дня в году. И один день в году, Йом-Кипур – это день, когда дурное начало Ецар-Гара не участвует в поправлении миром, и она находится в отпуске, полностью вынута из этого мира. И вот в этот день мы бросаем жеребий для какой из козлов достанется Сотан, достанется Азазелю. Вопрос, который как бы на поверхности, как именно в этот день может быть эта жертва, и что означает эта жеребьевка, которую мы делаем. Существует махлокис решоним, внутри которого уже разбираются Маграль и Рамхаль, по поводу того, что за 10 испытаний прошел Ам-Исраэль, Авраам-Авину, извините, что за 10 испытаний прошел Авраам-Авину в течение своей жизни. Мишин говорит, что, в Парке, вот Мишин говорит, что Асар-Анис-Янот 10 испытаний Всевышний испытывал Авраам-Авину. Есть махлокис по поводу того, с какого испытания мы начинаем, какие испытания туда входят. То, что меня сейчас интересует, это махлокис по поводу испытания, которое называется Ур-Каздим. Когда Авраам-Авину было предложено, Нимрад предлагает Аврааму поклониться идолу, Авраам отказывается кланяться идолу, тогда Нимрад ему говорит, что либо он кланяется идолу, либо будет сожжен. Я пропускаю весь длинный диалог, который происходил по поводу того, какой идол сильнее. Авраам-Авину задавал вопрос, идол огня, идол воды, идол ветра и так далее. В результате Нимрад говорит, что либо ты кланяешься моему идолу, то есть идолу огня, либо тебя полностью сжигают вот в этой вот печке. И Авраам-Авину бросают в печь, и он спасается от сожжения в печи. И это испытание, которое называется Ур-Каздим. Часть решений и охроний не называют это испытание испытанием Авраам-Авину. Никто не спорит, что это испытание было, что оно находилось. Вопрос, входит ли она в счет 10 испытаний, о которых идет речь в Мишне-Перкеавот. И объясняет уже охроним суть этого Махлокиса. Что он состоит, Махлокис, спор состоит в том, что за какой сход, за какие заслуги Авраам стал Авраамом. Поскольку, в принципе, непонятно. Всевышний берет одного человека, вытаскивает из него целый народ Амисраэль. Через этот народ дает Тора в мир. Этот народ выделен из других народов и вдруг превращается в нечто совершенно иное, чем все, что есть в мире. Из-за чего это произошло? Из-за того, что Авраам-Авину готов был пожертвовать собой и попал в Ур-Каздим. Готов был жертвовать собой ради единства Всевышнего. И поэтому Всевышний сделал так, что он и достоился того, что его потомки стали тем, кто стали. Или же это никак не связанные вещи. Авраам-Авину – это Авраам-Авину. Но кто будет Авраам-Авину? Кем станет? Кто станет Исраэлем? То есть звеном, который соединяет весь этот мир с Творцом. Исраэль – Ешар-Кель. Прямая связь с Творцом. Каким образом это решается? И вот в Хумаше, который я не взял с собой, но известное предложение Хумаше, которое я просто процитирую, все равно это мне не поможет, если я возьму с собой. Поскольку то, что мне нужно, мне нужно, чтобы посмотрели, что там одна из букв маленькая. В Хумаше есть несколько букв уменьшенных, несколько букв увеличенных. Во втором предложении книги, второй главе книги Берейшис, в первом предложении второй главы написано «Элла Талдота Шамайем Ваарес Бегибарама Шемелаким Эрес Ва Шамайем». Вот произведение, творение Талдот от слова «Лидар» – «Роды». Вот то, что рождение, произведение неба и земли в день, когда произвел Гибарам, произвел Всевышний небо и землю. Слово «Гибарам» написано «Бегибарам», «Гэй» – маленькое. Все остальные буквы нормальные величины, буква «Гэй» уменьшена. И объясняет Раша на месте «Аль-Тикра Бегибарам Элла Бэ Авраам». Что слово «Ибарам» – это те же буквы, что слово «Авраам». Надо поменять местами букву «Альф» и букву «Гэй» в этих словах. И тогда вместо «Вот произведение неба и земли» будет написано. Вот слиха «В день создания неба и земли» будет написано. «Вот произведение неба и земли. Для Авраама были созданы небо и земля». Это предложение написано «За десять поколений до Ноха». В общем, до создания Адама Решона, до описания того, как создан Адам Решон, это предложение написано «За десять поколений от Адама до Ноха и еще десять от Ноха до Авраама». То есть за двадцать поколений до того, как появляется Авраам, написано в Торе, «Вот произведение неба и земли. Ради Авраама было сотворено небо и земля». Извините. И в слове «Ибарам» буква «Гэй» уменьшена. Авраам, когда он родился, его звали Авраам, и буква «Гэй» ему была добавлена позднее. Таким образом, здесь написано и Авраам, и Авраам. И вот этот переход от Авраама к Аврааму тоже зафиксирован в этом месте. Теперь надо понять, как Пасук может говорить, что для Авраама, ради Авраама были созданы небо и земля, когда Авраам попал в Урк-Аздим через много-много поколений после этого. Двадцать поколений – это достаточно приличное количество времени. Ответ на этот вопрос, что Акодыш-Брагу изначально, когда творил мир, знал, что должен будет появиться человек во имени Авраам, человек, от которого происходит там Исраэль, народ, который станет избранным народом, Акодыш-Брагу его изберет для службы Всевышнего, для того, чтобы он стал Исраэль, Ешар-Кель – прямое соотношение между Всевышним и этим миром. Кто станет этим народом? Каким образом он станет? Вот на эту тему появляется Махлокис решение, спор между комментаторами. Те комментаторы, которые говорят, что первое испытание Авраама – это испытание Урк-Аздим, говорят, что Аврааму достоился своей мадреги своего уровня за то, что он готов был пожертвовать собой ради единства Всевышнего. Те комментаторы, которые говорят, что это испытание, безусловно, было, но оно не входит в Хижбон в расчет десяти испытаний Авраама. Они говорят, что Аврааму достоился своего уровня не из-за того, что он попал в Урк-Аздим. Он попал в руках с ним, он готов был пожертвовать собой, но удостоился он звания Авраама, и, соответственно, Амисраэль звания Исраэля. Не в связи с нашими заслугами, а в связи с тем, что нужен был какой-то народ, который это сделает, Иакодаш Барагу избрал Амисраэль в качестве того народа, который для этого будет служить. Избрал по своей воле, независимо от нас, все наши поступки, все, что мы делаем. Даже близко не заслуживает того, чтобы взять и отделить от всего мира, и дать то, что нам дал Всевышний. Мы не за наши заслуги стали нами, и Авраам Авина не за свои заслуги стал Авраам Авину, а исключительно по воле Всевышнего. Воля Всевышнего – это и есть жребий. Когда Авраам Авина рождаются два внука по имени Исаф и Иаков, то Медраж говорит, что они были абсолютно похожи, настолько, что даже позднее их папа не мог их различить. Мама могла, а папа не мог. Я сейчас оставляю в стороне рассуждение о том, что Исхак был слепой, плохо видел и так далее. Тем не менее, Исхак путал между Исавом и Иаковом. То есть они были на 100% похожи. Но с самого начала, когда они рождались, на самом деле до этого, было известно, кто из них станет Иаковом, а кто из них станет Исавом. Борьба за первородство началась еще внутри мамы, когда они были в состоянии, мама была в состоянии беременности, они были внутри мамы. Еще в этот момент они боролись за первородство, и во время родов появляется первый Исав, и Иаков держит его за пятку. Но еще задолго до этого, когда Ривка только почувствовала, не знаю, как это назвать, в современном языке называется, во время беременности шевеление внутри себя, то она идет спрашивать Вишиму Шева и Эвера, для того, чтобы выяснить, что происходит. Поскольку, говорит Мидраж, что когда она проходила мимо здания поклонения идолов, Авойда Зойра, то она чувствовала, что ребенок хочет выйти. Когда проходила мимо здания Бейт-Кнесса, Бейт-Мидража, она чувствовала, что ребенок хочет выйти. И она не понимала, что же происходит. Внутри нее находится ребенок, который наполовину праведник, наполовину наоборот. И когда она услышала, что внутри нее два народа, совершенно разных, то в этот момент она более-менее успокоилась, понимая, что из нее выйдет Иаков, выйдет Садик. Второй народ, это проблема, но что можно сделать? И вот здесь есть такой момент. Есть Гемора в трактате Сангедрин, который разбирает махлок из Рабьевуда Анаси и человека по имени Антонинус, императора Рима. Антонинус спрашивает Рабьевуда Анаси. Они были с детства дружны, и Антонинус задает вопрос Рабьевуда Анаси. В какой момент в человека входит Ецаргара? Известно, что Ецаргартов, хорошее начало, появляется в человеке в возрасте 13 лет. От мальчика 12 девочки. До бар-бат-митсвы не бывает такого понятия, как Ецаргара, потому что это связано, мы это как-то обсуждали, с понятием дат, разум, знание, понимание. Дата не может быть до 13 лет у мальчика 12 девочки. И, соответственно, Ецаргара существует, и Ецаргатов нет. С какого момента в ребенке появляется Ецаргара? Говорит Рабьевуда Анаси, что это появляется с момента... Вопрос был такой, с момента зачатия или с момента, когда он рождается? Рабьевуда Анаси хотел сказать, что это появляется с момента зачатия ребенка. Антонинус ему сказал, что нет, это появляется с момента родов. И Рабьевуда Анаси, я не знаю, какой был документ у Антонинуса, я не помню. Рабьевуда Анаси подумал и принял точку зрения Антонинуса, и сказал, что ты прав, с момента родов появляется Ецаргара. Как сказано, дальше он приводит пасук про Каина, который говорит, на первый взгляд, совершенно про другую тему. Когда Каин и Авель приносили жертву, и Всевышний принял жертву, и Авель не принял жертву Каина, то после этого говорит, что ты так опечалился, если ты будешь себя вести хорошо, так все будет хорошо. А если нет, то знай, что лепета хата с ровец. У входа, у выхода находится грех. Имеется в виду, на выходе из мамы там находится грех. В тот момент, когда ребенок рождается, выходит из-за тропы мамы, в этот момент у него входит Ецаргара. Это говорит Рабьевуда Анаси как москону гемора. И когда я учил первый раз эту гемору, это было очень много лет назад, я заинтересовался, а как же так, вот написано, что Исав хотел выйти из мамы еще в тот момент, когда он проходил мимо здания Авойда Зойры, когда мама проходила мимо здания Авойда Зойры. А это было за несколько месяцев до родов совершенно определенно. Значит, Ецаргара, желание поклониться идолам, у Исава было сильно раньше, чем произошли роды. И Маарша задает этот вопрос и говорит царихиюн. Остался бы царихиюн. Он считает, что это махлокис между Мидрашем, пра Исава и Геморой Сангедрин в Талмуд Бавлии. Но Лумайса, на самом деле, ответ на этот вопрос очень простой, хотя Маарша и не отвечает на этот вопрос. Что когда мы говорим про стам человека, про обычного человека, то действительно, к моменту, когда он выходит из мамы, в этот момент он касается этого мира, до этого мама его защищает, он ест то, что есть мама, пьет то, что пьет мамы, и Ецаргара своей у него нету, потому что у него нет никакой свободы выбора. Он находится там где-то внутри, и все. Но в тот момент, когда у него появляется самостоятельная от мамы жизнь, какая-то иллюзия самостоятельной жизни, в этот момент в него входят Таева и Хемда, желание есть, желание пить, я не знаю, какие еще есть желания у новорожденного ребенка, думаю, что никаких, но тем не менее в этот момент входит понятие Ецаргары. Ецаргатов входит сильно позже. Но Исав и Яков — это отдельная статья Уголовного кодекса. Это совершенно разные, ну, это нестандартное человечество. Иаков получил свою Ецаргатов еще внутри утробы мамы. Независимо от своего поведения, своих мыслей, своего дата, он хотел выйти из мамы и начать учить Тору еще в тот момент, когда находился внутри мамы. Исав то же самое, только с точностью наоборот, со знаком минус. Он хотел выйти из мамы и начать поклоняться идолам еще в момент начальной стадии беременности. И вот получается, что эти два человека, они разделены между собой еще задолго до того, как они рождаются и выходят в этот мир. И мы видим, что разделение это произошло вне зависимости от их дальнейшего поведения. И Яков был выбран Исраэлем еще внутри мамы. Исав был выбран Исавом еще внутри мамы. Таким образом, мы видим, что произошел какой-то выбор Всевышнего, кто станет кем, независимо от их поведения. Вести они себя стали по-разному. Сильно после этого, даже не сразу после того, как они родились, еще прошло какое-то время, грубо говоря, Бармитсва, Батмитсва. В этот момент они стали решать, у них появилась свобода выбора. А выбор Всевышнего сделан до этого. И этот выбор между Исавом и Яковом, он символизируется двумя козлами. Кстати, одно из имен Исава, это Сеир. Сеир дословный перевод. Это волосатый. Но Сеир на иврите, это не только волосатый. Саар это волосы. Но также козел, он тоже называется Сеиром. Поэтому два козла, которые стоят перед нами в Йом-Кипур, это выбор, который делает первосвященник, кладя две таблички внутрь, калпи, я не знаю, как калпи перевести, урны, сосудов, в которые он кладет две свои руки и вытаскивает в одной табличке с надписью «Ле Ашем» Всевышнего, в другой табличке с надписью «Ле Азазель». И вот в этот момент мы показываем, что то, кто мы такие, почему, Всевышний, мы стали Амисраэлем, это выбор, который не принадлежит нам. Это выбор, который сделал ты, Гораль. Гораль, жребие, это выбор Всевышнего. И после того, как ты, Всевышний, выбираешь, то после этого прости нам наши грехи, потому что у нас нету своих заслуг. Мы не достойны того, чтобы быть Исраэлем, мы не достойны того, чтобы ты простил наши грехи, но ты, Всевышний, выбрал нас, и это твой выбор, твое решение. Ты выбрал нас, подобно Горалюн, подобно жребию. Но жребие, это всегда выбор, который идет со стороны Всевышнего. Я привел вам два жребия, которые есть, жребие и сторы между козлами и жребие, которое я решал, какую часть Элицесроль получит кто. В жребии разделение земли Израиля Акодыш Барагу раскрывает нам, что жребие – это решение Творца, а не что-то другое, раскрывает тем способом, что он показывает нам, что то, что решил жребий, после этого повторяет Урим Ватумим, нагрудник, который надет на первосвященники, и камни, которые показывают, да или нет, правильный выбор или неправильный выбор. Но это только иллюстрация того, что любой Гораль, любой без исключения, это всегда воля Всевышнего. Есть только разница, что некоторые люди сегодня очень любят бросать какие-то Горалот, которые они бросают, думают, что тем самым они решают, что хочет Всевышний. Но не всегда и не все из нас, я никого из присутствующих и отсутствующих не хочу обидеть, но не все из нас находятся на уровне первосвященника в Йом-Кипур в храме, или еще Бен-Нуна, который находился в момент разделения земли Израиля. Некоторые находятся на уровне тех козлов, которые решали, кому попадет, который из них пойдет к Азазелю, а который пойдет ко Всевышнему. Поэтому не каждый Гораль, который мы решаем, это то, который мы бросаем. Это воля Всевышнего. Для этого надо удостоиться и быть на очень высокой ступени. Но здесь нам говорится, что когда бросается Гораль, я сейчас заодно по дороге расскажу, у нас у ребят в институте, не совсем еврейском, или совсем нееврейском институте, имени Пальмена Тольятти, когда я там учился, в общежитии тоже был Гораль, который они бросали, жребий регулярно причем бросали, они бросали монетку и решали, если выпадет на Орла, то пьем в общежитии. Выпадет на Решку, идем покупаем и пьем в кабаке. Выпадет на Ребро, идем на лекцию. Такие Горали тоже бывают. Но разница между Горалем, который бросал Яшо, Горалем, который бросал первосвященник, и Горалем, который бросали ребята из Лии, она как бы бросается в глаза. Сегодняшний Горалот многие, сами понимаете, на что похожи. Так вот, то, что я хотел сейчас. Говорит нам Шлома Меллах, что бэхейг внутри какого-то сосуда, ты бросаешь Гораль, и от Всевышнего все, что выходит этим Горалем. Человек, который живет в этом мире, он видит очень много событий, смысла которого абсолютно не видно. Почему это не видно? Потому что Гангага, который мы как там, более или менее можем понять, то управление миром, которое, ну, относительно открыто для нас, называется Гат Мишпат, управление по Мишпату, по суду. Управление по суду должно быть очень конкретным. Человек сделал Митсу, получил награду, сделал Аверу, получил по голове, и так далее. Мы видим очень часто, что за Митсу не видно награды, за Аверу не видно наказание, и так далее. И нам кажется, что Хакодаш Баругу оставил этот мир на управление случая. Это было та она, требование, которое сказал Иов в книге Иова, когда он разбирает и задает вопрос, что за что я получаю такие страдания, ведь у меня нет ни одной Аверы, все, что сделано, сделано было правильно, я делаю только Митсвот, и за что Хакодаш Баругу меня наказывают. И Лифас начинает ему объяснять, что не может быть, чтобы человек получил страдания, если у него нет ни одной Аверы, наверняка есть какие-то преступления, которые ты забыл, и так далее, и так далее. Иов отвечает, что он точно знает, что у него нет ни одной Аверы, и мы с вами тоже точно знаем, что Иова не было Аверот, потому что книга Иов начинается с того, что Всевышний свидетельствует о Иове, что у него нет ни одной Аверы, и тем не менее, Иов получает колоссальное количество страданий, и вся книга посвящена вопросу, как могут или не могут быть в этом мире страдания без преступления. И Иов бросает фразу о том, что Всевышний создал этот мир и оставил его, и теперь в этом мире властвует случай, властвует жребий. И он решает, какие наказания, какие награды и так далее получается, и говорит здесь Шлома Амеллах. Он не входит, подробно не описывает книгу Иова, поскольку для этого есть целая книга Танаха. Но тем не менее, он касается этого места, и точно так же касается этого Давида Амеллах в своих псалмах несколько раз, но именно касается, не останавливаясь на этом подробно. Подробное описание этого вопроса, это книга Иова. И он говорит о том, что человеку кажется, что жребий решает, что происходит в этом мире, так знай, что на самом деле это гашгоха Всевышнего, это влияние Творца, и почему Творец так или иначе влияет, ты не можешь понять и не можешь оценить эту вещь. На это есть ответы, но никогда мы сами не можем увидеть, из-за чего происходит то или иное событие, и когда нам кажется, что оно происходит по воле случая, мы должны понять, что это гораль Всевышнего, что это жребий Всевышнего, и всегда для этого есть какая-то цель, какая-то причина. Этим кончается 16 глава, которая разбирала темы, которые мы довольно долго разбирали, может быть, дольше, чем обычно, или мне так кажется, по поводу того, что такое гнев царя вестик смерти, в лице царя жизнь, сокрушена гордость перед падением высокомерия, лучше смиряться духом, нежели разделять добычу с гордым, и так далее. Кончается тем, что после всего, что мы сказали, нам очень многие вещи кажутся случаем, непонятно, по какой причине происходящим, и убирается из наших глаз влияние Творца, мы не видим, как Всевышний управляет миром. Так вот, говорит Шлома Меллах, знай, что все, что тебе кажется случайным жребием, на самом деле есть воля Творца. И это заключение этой главы. Теперь нам надо начать следующую главу, как вы догадываетесь, сегодня мы ее не кончим, поскольку нам 28 предложений, но, может быть, парочку успеем прочитать с помощью Всевышнего. Говорит Шлома Меллах. Лучший кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заковолотого скота, но при нем раздор. Читаем это предложение на Лошона Кодыш, после чего начинаем разбирать. Тов пад хорева вэшалва ба ни бейт мэле зивхэйриф Лучше пад хорева пад это кусок хлеба, хорева это сухой хлеб, не сухарь, но такой подсохший хлеб. Вэшалва ба и нормальное состояние удовольствия в нем, мира в нем, чем дом, наполненный кучей жертвоприношений, но в нем находятся ссоры. Мальбим делится, как я много раз говорил, на два комментария. Первый комментарий Мальбима объяснение слов, второе объяснение иньоним. В объяснении слов Мальбим пишет, что такое пад, от какого слова происходит слово пад. Мы как бы привыкли к слову пад хлеб. Пад, корень этого слова, это парус, отделенный кусок, как пита. На современном велите есть слово пита, это маленькие куски, такие вот, такие круглые, маленькие, запеченные куски хлеба. Питим, это слово взятое из хумаша, когда приносится жертвоприношение, минуха, с хлебной жертвоприношения, то хлеб делится на, кусочки разделяются, каждый хлеб приношение делится на четыре, и каждый из них называется пад. Питим. Полный хлеб, полный кусок хлеба, называется наявлите лэхом. Так вот, здесь сказано, даже не о полном куске хлеба, а о кусочке хлеба, я не знаю, как правильно перевести. Причем он хорева. Хорева, это, объясняет мальбим, блитибуль, без окунания. Они кушали, когда не кушали, они окунали во что-то, в свою еду, в уксус, или что-то подобное, какие-то, я не знаю, вкусовые добавки, короче говоря. Вот, так лучше кусок хлеба без вкусовых добавок, без окунания, но при этом он будет шалва. Шалва, это шалом шальнефиш, внутреннее состояние мира внутри души. На этом мальбим объясняет, объяснение слов кончает. Теперь займемся самим объяснением, о чем идет речь. Гацлаха, успех, он кажется человеку ненастоящим, неполным всегда. И иногда мы видим, что Раша, нечестивец, он преуспевает, и его дом полный огромного количества вкусного мяса. Мясо, это, как я понимаю, в терминах Танаха, это самое лучшее, да, это вообще кайф такой полный. Вот, и цадик, у него бывает обратная ситуация. Он полуголодный, ему достаточно кусочка хлеба, что нет у него даже целого куска хлеба, а только кусочки, которые уже разрезаны. И нету парперета, нету каких-то добавок к хлебу, а только вот просто кусок хлеба и все. И тем не менее, этот беднях на самом деле, он намного более успешен, чем богатый человек. Вместе с тем, можно сказать, что шалва, бывает то, в его доме царит мир, нормальное состояние. А у другого человека, может быть, в доме находится много-много мяса. Мясо, это понятно, что это может быть и мясо, и золото, и серебро, и алмазы, и бриллианты. И при этом постоянное состояние ссоры. Если в этом доме бны и рок, то есть жители города смотрят на дом вот этого нечестивца, им видится такое внешнее благополучие, которое видят, им это кажется главным. А шалва, вот этот вот, я не знаю, как сказать, когда в душе царит спокойствие, есть какое-то слово? Чего? Умиротворение. В жизни бы не придумал. А умиротворение, которое находится в доме у другого человека, у бедного человека, у которого есть только хлеб, это находится внутри, и это никогда не видно снаружи. И то тишина, которая там находится, нормальное состояние, оно скрыто от человека, от других людей. И вот нам хотят сказать, что Мамелы хочет сказать, что несмотря на внешние проявления богатства и удачливости человека, осмотри, научись видеть, что находится внутри. Но иногда это увидеть полностью невозможно. Гаон добавляет такую вещь, что пад, то же самое поначалу, пад, это птетим, это куски хлеба, имеется в виду, что хорошо, даже то немногое, что есть у человека, и даже если этого немногое, оно хреба, оно подсушенное, но при этом у человека есть шалва, у него умиротворение. Чем? Если у тебя есть дом, который полон всего, чего надо, в том числе мяса, жертвоприношений, но при этом в доме царит риф, в доме царит ссора, ссора, раздор. И то же самое в Торе. Теперь, первая часть Мальбим и Гагро совпадает. Мы говорим про материальную часть мира. И нас учат такой вещи, который, несмотря на то, что все вроде бы как теоретически понимают, но практически есть мало людей, которые могут это вот так вот принять как стопроцентную истину. Я думаю, что все люди знают, что испытание бедностью это тяжелое испытание, но испытание богатства это значительно более тяжелое испытание. При этом, я ни разу не слышал, чтобы кто-то просил Всевышнего о бедности, чтобы кто-то просил молитв о богатстве. Я с такими людьми знаком, думаю, что вы тоже. Почему-то испытание, которое все знают, что оно более тяжелое испытание, но мы твердо уверены, что испытание богатства мы выдержим. Никакой проблемы нет. А вот с испытанием бедностью тут у нас целый ряд сомнений, поэтому мы просим Всевышнего о достатке, и это нормально. И никогда не просим Всевышнего о том, чтобы он послал нам бедность, потому что она легче, чем богатство. Потому что теоретическое познание от практического очень сильно отличается. Так вот, несмотря на то, что Шломамелла говорит простую вещь, что шалва, когда у человека есть умиротворение, извините, внутри него, это всегда важнее, чем внешнее благополучие, чем богатство. Тем не менее, большая часть людей просит о внешнем богатстве больше, чем о внутреннем умиротворении. Но это в материальном мире, это более или менее легкая часть. Вторая часть, о которой говорит Гаон, он говорит то же самое в Торе. Лучше учить немного Тора, научить Лишма, во имя небес, чем учить много Торы, научить в состоянии ссоры, в состоянии вражды. Ликантер. Ликантер, это значит, учить Тору для того, чтобы показать, обвинять, для того, чтобы показывать свою мудрость и обвинять наших мудрецов в том, что они что-то говорят неправильно. И это сказано в книге Зохр. Инна Наскимба Арайса. Вот они, мудрецы, люди, учат Тору, занимаются ссорой, уцфакимки Калба, и во время изучения Торы они лают, как собаки, кричат, как собаки, умакшинку шьет, и они ставят трудности. Те, кто когда-то видел или слышал, как идет занятие в Большом Бэтмидрше, где много людей, слышат, что там уровень шума примерно как у реактивного самолета на взлете. И шум состоит из того, что люди спорят, как правильно понять тот или другой кусочек Талмуда, как правильно понять кушью трудность, которую ставит Тосфос. И цааким гав-гав, и они кричат гав-гав, как собаки, дай-дай, требует награду за изучение Тора, как собаки. Теперь у меня здесь есть цитата из этого Зогара полностью. Агроя привел частично, я зачитываю полностью, я сразу зачитываю его в своем переводе на русский, потому что, или на иврит, я еще не знаю, потому что читать его по-арамейски не имеет никакого смысла. В Зогаре на Дабца Дизайн в книге Мраглиот в Зогаре написано, что люди кричат каждый день и каждую ночь слова Торы, Торы Бальпе, устные Торы, и задают много кушьот. И они кричат подобно собакам, которые кричат гав-гав. Алимут Тора, и они учат очень много Торы, и дают себе, и сказано, что человек, который учит много Торы, получает много награды за изучение Торы. И поэтому они надеются, и так считают, в общем, вроде как справедливо, что поскольку они много, громко и много по времени занимаются Торой, то им положена большая награда. Говорит Зогар, но нету человека, который старается учить Тору для того, чтобы вытащить Шихину из Галута и для того, чтобы объединить в Шихину божественное присутствие со своим мужем. То есть, говорит Зогар, что существует два уровня, два понятия в изучении Торы. Существует изучение Торы, как изучают большая часть людей, которые кричат «Гав-гав, дайте мне награду, я много Тора учил». И существует изучение Торы, которое он называет изучением Лишма, вильнюсский Гаун, когда человек учит Торы для того, чтобы Шихина ушла из Галута и соединился своим мужем. Я не знаю, кто-то об этом думал или нет, по-моему, я говорил на уроках, но тем не менее. Одна из вещей, мыслей, которая должна быть у человека, когда он начинает думать о Галуте и молится о том, чтобы мы закончили Галут и вернулись в Мярбак, Анфосгар, с четырех концов земли в Эрицес-Ройль и оказались после изгнания внутри земли, которая обещана нам Всевышним. Одна из вещей, о которых мы должны думать, когда мы думаем о страданиях Галута, я не знаю, как достигнуть этого уровня, я сейчас не даю советов, я просто обращаю внимание, что человек, находящийся в Галуте, нормальное его состояние, это страдать по поводу того, что я в Галуте, по поводу того, что народ Израиля в Галуте. Но ощущение Галута, когда мы страдаем по поводу того, что мы с вами в Галуте, это недостаточно. Есть еще и переживания по поводу того, что в Галуте находится Шехина. Когда мы говорим о том, что Всевышний обещал народу Израиля, что если вы попадете в Галут, то я отправлю туда свою Шехину вместе с вами, то обычно принято говорить, что это милость, которую оказывает нам Всевышний, что несмотря на то, что мы находимся в изгнании, Шехина находится вместе с нами. Но на самом деле это милость Всевышнего, которая называется катастрофа. Катастрофа, которая связана с тем, что Киба и Холь как будто бы кусочек Творца находится внутри изгнания вместе с нами. И таким образом, как бы, как бы, имя Всевышнего находится не цельно, не шалем, не собранное вместе, из-за того, что часть Акодыш-Баругу находится в Галуте. И вот это то, о чем мы говорим, когда говорим, мы не говорим. А Шкинозим не принято говорить, у Сфардим и у Хасидов принято говорить. Перед исполнением какой-то митцвы принято говорить «Лэшем Яхуд Кот Шабриху Ушкиносы». Что я делаю эту митцву «Лэшем во имя объединения Акодыш-Баругу и его Шахины». Зоор говорит о том, что люди, которые учат Тора, они должны думать еще и о том, что мы сейчас возвращаем путем изучения Торы, мы учим с Каваной возвратить Шахину из Галута, из изгнания. Возвратить Шахину своему мужу, соединить Шахину и Акодыш-Баругу. Человек, у которого есть изъян в этой Каване, это изучение Торы, оно не цельно, оно ненормально. Поэтому говорит Всевышний, что лучше немного Торы, Шламамелла говорит, лучше немного Торы, как хлеб, обрывки хлеба, хорева, который сухой, чем много, но безнадлежащей Каваны. И Кавана является соединение Шахина и Акодыш-Баругу. Здесь, в этом кусочке, Мишля, это комментарий Гаона, здесь, в этом кусочке, может быть, читая комментарий Гаона, мы можем прийти к серьезной ошибке в Каване изучения Торы. Поэтому я принес с собой комментарий Нефиш-Хахаим, Руах-Хахаим на Перке-Авот. Нефиш-Хахаим, как известно, это Пи Гаона, это тот, кто объясняет, что имел в виду Гаон, это ученик вильнерского Гаона, Раф-Хаим Воложенер, и все его слова, это объяснение Каванод Гаона. И вот есть в первом, в первой Мишне шестого перика Перке-Авот, есть Мишна, которая говорит, мучили наши мудрецы, коле асек Тора-Лишма и так далее. Сейчас, Раби Мейр говорит, каждый, кто занимается Торой-Лишма, он удостаивается многих вещей. И весь мир стоит для него, стоит, что если был создан для этого человека. И здесь вопрос, что такое изучение Торы-Лишма. На эту тему Нефиш-Хахаим, в книге Нефиш-Хахаим написал одну главу, и на эту тему есть довольно длинный комментарий Рабхая Воложенера. Хотя бы один из них, я еще не знаю, давайте попробуем один из них прочитать. Он говорит, что Икар изучения Торы это во имя любви к Торе. То есть Кавана изучения Торы это Лигавы Лаамот Аль-Ширеша. Это труд в изучении Торы и попытка достигнуть какой-то какой-то части Торы до его истоков, до его корней. Но пусть не подумает человек, что Лишма, что изучение Торы во имя Торы это Лидвикут соединиться со Всевышним. Потому что если так, то если человек это будет думать в своем демьоне, в своем демьоне это фантазии, в своих фантазиях, то пусть человек лучше займется широтвать и швахот песнями Давида Мелоха дгилем, которые как бы в них зафиксированы все швахот, все прославления Всевышнего, которые сказаны Израилем. И они рождают любовь по отношению ко Всевышнему и приближают нас к Гошему. И тогда этого будет достаточно. И тогда пусть вся жизнь человека будет состоять только в чтении дгилем. Но это не так. Потому что если бы это было так, то это противоречило бы Мидрашу. Есть Мидраш Ялку Шимони, который приводит слова Давида Мелоха. Давид просит Всевышнего, когда он занимается своими псалмами, он просит Творца засчитать как будто бы он занимается Торой разделом Нагоим и Агалот, трудными разделами Торы. И вот Нагоим и Агалот, они более высокий уровень, чем уровень псалмов. Так понимает Давид Мелоха, и он просит засчитать свои псалмы, чтобы они достигли уровня Агалот В. Нагоим. И это Давид, который пишет эти псалмы, а не мы, которые их читаем. Это раз. И два. Просьба Давида приведена в Медраше. Согласился все Всевышний с Давидом Алахом или нет? Этого мы не знаем. Это Медраш не приводит. Поэтому видим, что занятие Агалимин и Гоим занятиями разделами устной Торы, оно находится выше, чем разделы чтения Агалимин. И поскольку главная часть изучения Торы это не занятие только для того, чтобы прилепиться ко Всевышнему, но это посредством занятия Торы и Митсвот достигнуть знания Деним и познания любого закона Торы до конца. Калалим вопротим детали и общая часть. И познать все тайны Торы и все их действия. и хеккарт водой и исследовать квот Торы. И это для этого нужно. Учить Тора Беагия Ацума. Очень сильно стараясь это делать. Для того, чтобы познать истину Каваны Торы. И вот это познание это достижение. Каждый, кто учит, он добавляет и любой учащий Торы добавляет это достижение в мире. И также он начинает больше и больше хотеть учиться. И Агава Торы и любовь по отношению к Торе это постижение Торы. И человек должен думать Галвай хорошо, что я бы не спал вообще и не ел бы вообще. А только все мои дни и все ночи проходили занятия Торы и в июне Торы. И чтобы я пил с жадностью, с жаждой слова Торы, как сказали наши мудрецы им шамэя баишанти шмаба хадаш. Если ты поймешь и познаешь старые слова Торы, которые ты уже учил, то ты сможешь достигнуть познания новых частей Торы, которые ты не учил. И об этом сказано. Сейчас, секундочку. Если я все это буду зачитывать, то мы никогда не придем к результату. Один момент. Я, может быть, здесь слишком много. Я, может быть, сделаю, перескочу и открою. Это то, что я сейчас считал. Это комментарий к Рафхайм Воложенера, к Мишне, к Мишне Перкеа. А есть кусочек, где он немножко короче пишет то же самое в книге Нефиш Гахаим. И он пишет, вначале он пишет то, что мы уже сейчас сказали с вами. И дальше он добавляет, что есть еще одна вещь, что если бы главная часть каваны Двикут присоединили ко Всевышнему, что если бы это единственная кавана, то достаточно было человеку выучить один Масехет или один Перек, одну главу, один трактат или одну Мишну. И это он был бы занимался в состоянии Двикута все время. Все сто процентов времени. Но мы видим, что Рабаним Зихрона Леврока пишет Масехти Сука. Говорят про Раби Ханан Банзакая, что он не оставил ни одного пасука, ни одной Мишны, ни одной Галахи, ни одной Агады. И также, что не пришло в сердце человека постоянно ки Адан лоя Цаи да и Хават и Сак Тора. Что человек постоянно должен понимать, сколько бы я не учился, я еще не выполнил свои обязанности в изучении Тора или Шма, так, как он учит сейчас. Поэтому человек должен все дни находиться в состоянии учебы и прибавлять и прибавлять к той Торе, которую он выучил постоянно от часа к час. В Мишли на 10 главе Мишли приводится Мидраж Раба, на Мишли приводит раб Ешмаэля, который говорит «Пойди и посмотри, насколько тяжел день суда, что в будущем Хакодаш Барагу будет судить весь мир целиком и каждого человека по отдельности. Придет к нему ко Всевышнему, в руке которого есть Микра и нету Мишны, он выучил Хумаш, может быть даже Танах, но не выучил Мишны». Хакодаш Барагу переворачивает его лицо, отворачивается от него и отправляет его в место Геенома, где Гееном очень большой. И они берут, те, кто ответственные за Гееном, берут его туда и отправляют в Гееном. Приходит тот, который выучил два Седра или три Седра Мишны. А Хакодаш Барагу говорит ему «Сын мой, все Галахот почему ты не выучил их? Приходит тот, который выучил всю Галаху. Спрашивает его Всевышний «Бни, сын мой, Торат Кавиним законы жертвоприношений почему ты не выучил?» Геенома говорит «То, что выучил и законы жертвоприношений тоже». А Хакодаш Барагу говорит ему «Сын, Хамишахум шей Тора почему ты не выучил? Что в них есть Криат Шма, Твилина, Мезуза, почему ты не закончил изучение законов Твилина, Мезузы?» Приходит тот, который выучил все. Всевышний ему говорит «Почему ты не выучил Агаду?» Приходит тот, который выучил и Агаду тоже. Всевышний говорит ему «Почему ты не учил Талмуд?» Приходит тот, который выучил Талмуд, А Хакодаш Барагу говорит ему «Сын, поскольку ты занимался Талмудом, почему ты не посмотрел, не учил Маасемер Кава?» Зогар и вещи, связанные с Кабалой. Кисек вот, Кисе Аковод, престол славы Всевышнего, как он стоит? Хашмаль, это один из Ниним Кабалы. Как он стоит? И так много-много раз переворачиваются мы, естественно, в соответствии с тем, что Всевышний понимает, что именно может постичь каждый конкретный человек, а что нет. Я боюсь, что к большей части людей, боюсь, что ко всем, кто слушает сейчас эту лекцию, Всевышний не будет задавать ему вопрос, почему он не выучил Маасемер Кава, просто потому, как не в состоянии, мы туповатенькие, мы. Но люди, которые в состоянии сделать, Всевышний задает вопрос, почему они этого не сделали. Другими словами, Всевышний взвешивает на весах каждого человека по отдельности и задает вопрос, почему ты не выучил ту Тору, которую ты бы конкретно мог выучить. Таким образом, мы видим, что Нефиш Гахаим, а это ученик Гагро, и все его слова он нигде не ехал от навильницкого Гаона. То есть, он задает вопрос, он объясняет, что изучение Торы Лишма, это изучение Торы ради познания Торы. Поскольку, прочитав этот комментарий Гаона на Мишлей, можно понять, что главное в изучении Торы, это изучение Торы для того, чтобы было состояние Двикута. Нет. Главное в изучении Торы, это познание Торы. Лишма, это Лишем, познание Торы. Но, человек, который учит много Торы, ради познания Торы, но у него не хватает Двикута, он исключил из этого Кавану Двикута, об этом сказано, что лучше бы ты учил поменьше, но с Каваной или Двикута, на самом деле здесь не сказано с Каваной Двикута, Баашем, это я прибавил, но с Каваной спасти Шехину из Галута, с Каваной вывести Шехину из изгнания. Таким образом, у нас есть две Каваны, которые необходимы в изучении Торы. Главная Кавана, это изучить Торы, чтобы знать Тору, и вторая Кавана, это изучение Торы для того, чтобы прилепиться ко Всевышнему, раз, и два, чтобы Шехина могла покинуть Галут, то есть для того, чтобы Литакен-Алам исправить этот мир. И человек, который учит много Торы и забывает о том, что посредством изучения Торы он спасает этот мир из Галута, то есть Шехину, вытаскивает из Галута, про это сказано, что лучше бы у тебя был пад-харева, лучше бы у тебя были куски хлеба сухие, чем очень классная Тора и так далее в большом количестве, но в состоянии Гав-Гав когда-то забыл о Всевышнем и забыл о Шехине. То есть нам нужно объединить эти две вещи, поскольку здесь получается такая немножечко опасность, когда мы читаем только на Фежахаим, там ни слова нету о Шехине, когда мы читаем только Гагрона Мишли, там ни слова нету о познании Торы. Поэтому объединение этих двух вещей это то, что требуется от нас в этом мире, гармония в объединении этих двух вещей. Но нельзя ограничиваться каким-то одним. Человек, который учит Тора и забывает о Шехине, про это сказано, то, что сказано о Гагро, человек, который учит Тора и помнит о Шехине, но забывает о Торе, это еще большая катастрофа и об этом пишет Нефиш Гахаим. Нефиш Гахаим объяснял это, то, что он объяснил, Руахаим и Нефиш Гахаим, с тем, что появились большие группы людей, которые стали требовать в изучении Торы только помнить о Всевышнем и совсем забыли про Тору. Поэтому он пришел предостеречь нас, что такого изучения Торы не должно быть. А Гагро находился немножко в другом поколении, поколении до Нефиш Гахаим, поэтому он объясняет слова Шлома Амелаха, который предостерегает нас о том, чтобы и в материальном, и в духовном мире, когда мы находимся внутри наших действий этого мира, митцвод, изучение Торы, мы бы помнили, что главное, это как нам, мне помогли перевести умиротворение, которое царит в доме, когда мы говорим про изучение Торы, должно быть шлеймут, целостность между кованой изучения Торы, чтобы сделать мир в верхних мирах, которые делаются изучением Торы, и в нижнем мире познание Торы, поскольку человек, который учит только один перик, только один кусочек, с самыми лучшими кованод, здесь есть двикут, но нету Торы, человек, который учит Торы и забывает о том, что с помощью изучения Торы мы метокним аламод, мы меняем миры, мы исправляем миры, для чего мы и созданы, здесь есть другой хиссарон, объединение этих двух вещей, это и есть шалва, о которой говорит Шлома Малов, у меня есть маленькая проблема, у меня есть полторы минуты, и я не знаю, могу ли я успеть второе предложение, давайте мы начнем, но боюсь, что мне надо будет с него продолжить следующий урок, да, это очень трудное предложение, разумный раб господствует над позорным сыном и между братьями разделит наследство, Шлома Малов говорит, Эвит Маскиль, раб, который владеет Гаскалой, разумом, он Емшоль, он будет властвовать Бебен, над сыном, у Мавиш, над сыном, который Мавиш, сыном, который такой стыдливый, позорный сын, у Митто, Хахим и Халек Нахала, и он будет вместе с братьями этого позорного сына получать удел в наследстве своего отца. Если вы помните, у меня нет времени обсуждать это предложение, просто какой-то намек, если вы помните, что до того, как родился Ицхак, у человека по имени батька наш Авраам, Авраам Авину, у него был сын Ишмаэль и был Эвет Элиезер. И обращается Авраам Авину ко Всевышнему, что вот у меня нет сына и унаследует мне мой раб Элиезер до Москвы. Элиезер из Дамаска. Несмотря на то, что у него есть сын по имени Ишмаэль, Авраам Авину говорит, что наследовать будет раб. Теперь нам надо попытаться в следующем уроке заняться этим предложением и понять, как Элиезер может наследовать в тот момент, когда существует Ишмаэль. Об этом этот посук. Все, мы прошли всего два предложения, но так вот случилось. До встречи на следующей неделе. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok